всем привет друзья вы на канале про часы меня зовут виктор и сегодня у меня в гостях в гостях на канале александр нестеренко довольно известный молодой независимый часовщик александр привет очень рад тебя видеть рад что ты согласился на эту небольшую беседу потому что ты один из немногих немногих в россии кто создает часы и к сожалению про эти часы мало кто знает ну небольшая аудитория по крайней мере российских любителей часов это точно ты давно в эту тему пришел давно начал часами заниматься получается что осенью будет восемь лет когда я все начал изучать а наверное первые часы я сделал по прошествию полутора лет как начал этим заниматься но из полтора года ты уже как-то начал заходить в эту тему но часы свои не сделал да получается что я делал с первой часы сделать через полтора года но довольно долгое время я занимался и ремонтом и и реставрации полировка часов для зрителей наверняка будет интересно потому что у меня часто спрашивают а как вообще стать мастером как зайти в эту специфику то есть некоторые люди хотят может быть поменять свою жизнь уйти из офисной работы какой-то что-то создавать расскажи свою историю почему часы ты же не самого начала ты не учился на часовщика там после школы да ты пришел в это не сразу да получается что но и изначально нужно понять кто такой вы часовой мастер потому что конечно потому что у нас в россии с этим есть большие проблемы я не считаю себя именно часовым мастером потому что но я не занимаюсь в большей степени ремонтом часов вот мне кажется английское слово watchmaker она создатель да 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 то что то что ты создаешь поэтому в самих часах в создании в производстве часов есть отдельные стадии но начиная с дизайна с потом проектирование потом меха обработка художественная обработка сборка этим по сути дела занимаются разные люди и него невозможно человека который делает дизайн либо заниматься меха обработка назад часов мастера вот поэтому я к сожалению такого четкого русскоязычного определения кто да да получается что чем как бы но можно по-русски говорить часа дел часа дел да поэтому я изначально закончил университет по специальности финансы кредит и вообще не техническая специальность далекая от этого да и получается что до 27 лет я занимался финансово-экономической деятельностью и к часам не имел никакого отношения может быть покупал коллекционировал может быть в семье кто-то был нет нет абсолютно получается что к часам я пришел сами пришел очень просто изначально когда ими не занимался я полюбил мотоспорт кольцевые гонки вот и подумал о том что может быть хватит заниматься гоняем воздуха и зарабатывание денег просто на пустоте что можно что-то создавать и так как я любил спортивные мотоциклы и мотогонки я подумал о том что было бы неплохо начать создавать детали для амалогации городских мотоциклов для трековых в общем-то начал изучать всякие производственные штуки но на второй год я попал в аварию на треке да и получается что мне должны были отрезать ногу грустно не сдали до 3 операции нога при мне и сказали что больше мне этим заниматься не стоит потому что следующий аварий как бы нога отстегнется вот тогда я потерял цель соответственно создавать что-то чем ты не можешь воспользоваться да да я думаю что это довольно довольно глупо заниматься тем что тебе не нравится либо от чего ты имеешь какую-то дистанцию поэтому не сколько прошло наверно прошло уже с 2013 года 8 9 лет прошло я больше на мотоцикле не ездил но соответственно когда это со мной произошло я подумал о том какую новую цель себе придумать то есть вернуться в финансовую деятельность а я не было интересно почему продолжал заниматься сейчас я как бы я и немного занимался продолжал заниматься но понял что я хочу что-то делать что-то производить не просто типа но не просто гонять воздух и за это получать деньги вот конечно это не лучшая придумка в россии когда у нас тенденция идет как раз к тому что производства все закрываются и все уходит все хотят гонять в воздух за деньги то есть создавать сейчас очень мало кто что-то хочет вообще да и и получается что я просто посмотрел на механические часы и понял что это сложно и значит это интересно первые часы я приобрел приобрел очень при смешных обстоятельствах получается что надо посмотреть когда вышел фильм великий гэтсби и там в этом фильме гэтсби в исполнении леонардо дикаприо он носит красивые часы я увидел у него на руке красивые часы и захотел себе такие же это это оказались раймонд вейл коллекция дон джованни вот это такие часы в классическом но в классическом исполнении арт-деко и соответственно я заказал себе первые часы они у меня до сих пор есть я их не ношу но они потрясаю круто мне в общем и целом в жизни интересно заниматься чем-то сложным в чем нужно разобраться ну то есть если бы это были не часы ты все равно пришел бы к тому что надо что-то создавать что-то необычное какие-то сложные механизмы сложные там может двигатели какие-то обвесы что-то подобное я бы я наверно не скажу что у меня есть желание или цель создавать что-то типа суперсложное суперсложное это строить ракеты достроить ракеты на космические и заниматься какими-то медицинскими разработками мне на интересно ну может быть мы уже про это немножко говорили по я не считаю себя чистым часовым мастером как бы я больше себя отношу к художнику художником якобы в часах с художественной точки зрения мне точно также говорил константин чайкин при встрече что он как бы в первую очередь все-таки художник наверное все кто создают полный продукт то есть мастера скажем так одиночки они скорее вот художники скрип и созидатели чтобы что-то сделать не придумать сложный механизм какой-то новый то есть даже нет своих калибров ты используешь дорабатываешь пока что да пока пока что нет хорошо мы об этом поговорим немного позже как можешь вспомнить вот ты решил вот часы наверное что-то нужно почитать поучиться но как бы это я думаю что это эти истории получается тоже можно было слышать и от константина чайкина и от многих других ну и развитие этой истории но изначально все было сказочно когда этим начал заниматься так как я занимался финансовым консалтингом я же понимал что я не технический специалист и я все-таки понимал что этапы проектирования этапы мех обработки к бы этому люди учатся там 5 годами 5-7 лет до заканчивают да и то что я не супер талантливый человек одаренный который просто щелкнул пальцами у него все появилось изначально я верил в то что в россии можно собрать людей которые которые будут каждый заниматься своей ну своим делом профессионально мы все создадим какой-то маленький проект и и будем заниматься тем чем хотим и еще на этом будем зарабатывать деньги но как у тебя была идея собрать людей и сделать как но умение производства то есть каждый делает одну операцию а ты это вдохновляю да я придумываю ну пас по сути дела у меня был концепт часов в голове как 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 я это вижу как художник вот и я собирался собрать команду которая могла бы это реализовать но и соответственно поучаствовать в проекте и там возможно того что-то дальше бы развилась понятно что первое как бы чем я столкнулся это 3d моделирование вот 3d моделирование и я обратился к одному парню которого нашел на фрилансе и мы с ним он находился не в россии на украине и получается что мы с ним по skype я ему рассказывал что бы я хотел как бы он рисовал и так получилось что он уехал в отпуск на две недели и сказал что мы продолжим это вот ну по прошествии вот эти недели все изучил сейчас да за две недели я скачал это чудо программа в которой мы все работаем в ней получается есть мануалы инструкции я все это изучил и замоделировал свои первые часы и получается что после того как он вернулся из отпуска я ему мы как бы мы продолжили тот проект который начали с ним я говорю ну вот посмотри я в твое отсутствие что кой-то кое-что-то порисовал и получается что он сказал сколько у тебя на ушло на это времени я сказал вот две недели пока тебя не было мне больше нечего тебя учить он сказал что он сказал что все все типа довольно прекрасно потому что я этому учился год год или полтора ему сказал что ну в принципе нам с тобой не зачем больше взаимодействие можно делать самостоятельно поэтому первое с чего я начал в свою деятельность в часах это именно с 3d моделирование вот но соответственно я не понимал конструктивных особенностей что просто так нарисовать это одно но надо понимать что как-то должен еще работать механизм и что это все изначально я начал конечно с дизайна до механизма я еще не дошел мне казалось что механизм это такая тоже простая штука где ну и как-то можно там все измерить собрать подставить подстроить да 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 что все получится именно так вот получается потом я пошел пошел на обучение в центре реставрации часов в санкт-петербурге кстати довольно известный центр где занимаются и старинными часами современ ремонт современных часов сейчас делают да как раз как раз до того как я пошел туда я разговаривал со своими друзьями и товарищами которые немножко разбирают часах и когда я рассказывал о том что я хотел бы заниматься часами они горят так ну это ну как бы это глупая идея но вот есть константин чайкин который в санкт-петербурге тоже уже уже как бы сделать и на что я сказал ну вот классно вот если человек сделать я могу почему не ну да то что можно можно этому значит научиться в центре реставрации часов когда я пришел туда обучаться я был там ну один один ученик потому что мне кажется что сейчас из-за того что как раз в москве есть это часовая школа дианы и часовой академии александр белоусова то они делают какое-то информационное ну как немного себя продвигает и в принципе молодые люди но они только молодые люди в россии начинает узнавать о том что можно выучиться можно стать мастером на самом деле очень многие меня спрашивают где куда как пойти и уже несколько раз звучало в моих видео видео и как раз про московскую часовую школу и в петербурге есть мастера которые проводят обучение так что сегодня это уже в принципе возможно то есть есть куда пойти есть чему научиться это точно вот и соответственно соответственно я там был один и как раз начал начал постепенно постигать то с чем сталкивается человек который решил производить часы что это все непросто но из-за того что это было медленно то я так понимаю тебя там с азов просто начинали учить что вот механизм у него есть нет там пусть там получается там не было такого обучения ну как как таковое обучение я там пробыл всего три месяца и как таковое обучение но я считаю что может быть она с какой-то с точки зрения и правильно ты по сути дела приходит приходишь туда и начинаешь заниматься работой сразу что тебе через какие-то операции начали доверять вот здесь надо что-то не знаю как полировать sнятип оста да-да-да-да процесс и а научишься поймешь then да ну куда все это все примерно так вот у нас в россии есть хорошая сторона проблема этой всей и плохая стороны проблема хорошая получается она заключается в том что что есть довольно много советских книг по часовому производству, по промышленному. Была сильная школа, естественно, было много литературы. И получается, есть много книг именно по ремонту часов. Но это, с одной стороны, хорошо, что ты можешь начать что-то понимать, но, с другой стороны, плохо то, что это все рассчитано под промышленное производство. Что в этих книгах, по-моему, мелкосерийное производство, это производство, по-моему, до 200 штук. Среднесерийное производство, это производство до 10 тысяч. А штучное вообще неинтересно. Да, да. Я думаю, что все должны прекрасно понимать, что сделать 100 тысяч часов, это гораздо проще, чем сделать одни часы. Конечно. Потому что... Ну, как проще? Это просто есть завод, есть оборудование, люди, каждый делает свою операцию. А создать самому полностью одни часы, это совершенно другое, конечно. Да. И когда ты в этом деле, в этом деле, ты практически всегда создаешь что-то новое, а если ты не создаешь новое, это выглядит как предыдущий экземпляр, то в любом случае, сделав один технологический процесс, ты начинаешь видеть о том, что можно было бы улучшить в этом. И в следующий раз ты уже делаешь абсолютно по-другому, и снова сталкиваешься с новыми трудностями, сложностями. И вот и ищешь оптимальный выход по времени и по качеству. Ну, хорошо. Ты поучился, поработал в центре реставрации часов. Ты оттуда решил уйти, потому что... Потому что я понял, что в России нет специалистов, нет профессионалов, которые могут... Научить? Я думаю, что и научить... Нет, сейчас получается, что... Нет, ну тогда, то есть то, что сейчас, это сейчас. Вот просто интересен путь твой. Я был настолько... Ты работал-работал и говоришь, что там три месяца, да, ты там работал? Да. Через три месяца ты понял, что... Через три месяца я понял, что единственный способ научиться и что-то сделать, это нужно делать все самостоятельно. То есть брать и делать. Да, да. И на тот момент уже, конечно, был очень хорошо развит интернет, фейсбук. И это как раз... Я, получается, социально неактивен в сетях. И это как раз был один из наших первых разговоров с Константином Юрьевичем, когда он сказал о том, что ты есть... Ну, если ты на фейсбуке... Я сказал, что меня нет там, он говорит, так нужно там зарегистрироваться. Как же ты будешь продвигать часы? Даже дело не в продвижении часов. Дело в том, что на тот момент, 7-8 лет назад на фейсбуке была довольно активная тусовка независимых маленьких часовщиков, которые выкладывали свои работы, и ты мог чему-то научиться. Можно было что-то спросить, пообщаться, поделиться мыслями, получить обратную связь от таких же людей. Да, если то, что мне нравилось изначально, что ты делаешь какую-то работу, выкладываешь ее на общее обозрение, и, соответственно, те люди, которые этим профессионально занимаются и занимаются дольше, они тебе указывали, что вот здесь, вот как ты делал это, это лучше делать так, а это лучше делать так, и ты, соответственно, учился именно по совету тех людей, которые действительно что-то делают. У нас, как я считаю, что у нас в России есть советники, а есть советчики. Получается, от советчиков ты можешь услышать кучу всяких полезных наводочек, так как тебе это нужно делать, а советников действительно единицы, те, кто сами что-то делают, которые прошли какой-то путь, получили опыт и могут с тобой поделиться. Ну, всегда много людей, которые знают, как лучше, но при этом сами ничего не делают. Это абсолютно нормально в любой сфере, везде. У нас почему-то так очень распространено такое явление. Потому что мы родились в стране советов, и все друг другу раздаем советы очень хорошие. И, собственно, ты начал производить часы. Наверное, у тебя не было тогда мастерской своей еще? Что первое? Сделать корпус, найти механизм, нарисовать циферблат. То есть ты понял, что людей найти не получится, да? То есть нет возможности организовать прям полноценно производство. То есть надо работать самому. После того, как я закончил свое обучение в центре 12 часов, я снял себе маленькую мастерскую, купил себе верстак, такой получасовой полуювелирный верстак и купил себе бормашинку. На тот момент, получается, весь комплект мне обошелся, ну это бормашинка, верстак, полировальные пасты, фетры, муслимы. Это мне обошлось в 12 тысяч рублей. Это прям очень недорого. Из 12 тысяч рублей, получается, что я начал заниматься часами, но не деланием своих часов. Потому что, как тоже наш один из первых разговоров с Санитином Юрьевичем, когда я к нему приехал, он меня спросил, Саша, откуда деньги на производство часов? И я ему сказал, что ну вот я буду работать в этом, что-то делать и потихонечку вкладывать туда. Он сказал, что это будет довольно сложный путь. По сути дела он такой и есть. Вот, первое, не первое, а получается, что второе, что я освоил после 3D-моделирования и проектирования, ну и по сути дела дизайна, это художественная обработка металлов, реставрация, ну а по-человечески это просто полировка часов. Ну то есть работа с корпусом непосредственно. Да, 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 только с корпусом, потому что для того, чтобы стать часовым мастером по ремонту, это все-таки должен быть наставник и должен быть большой опыт, ты должен сидеть. Механизм сложнее, могу предположить, что механизм сложнее, чем корпус. В корпусе все-таки одна деталь и понимаешь, что нужно, чтобы ее довести. Естественно, нужно знать и материаловедение, понимать, как-то ведет себя сам металл. Если делать плохо, то абсолютно одинаково. Можно и плохо отполировать корпус, можно плохо отремонтировать механизм. Но это просто мое внутреннее устройство, почему я всегда отдаляю себя от часового мастера. Когда я начал сотрудничать с первым именно часовщиком, часовым мастером, который ремонтировал и чинил те часы, которые ко мне приходили в работу. У нас с ним состоялся разговор, и я ему сказал, что я в меньшей степени хочу ремонтировать часы и заниматься их обслуживанием. Я хотел бы больше создавать, потому что мне нравится что-то придумать и реализовать это в материале, чтобы это не просто был... То есть то, с чего мы начинали, что почему ты сюда пришел, чтобы что-то создать, а не просто работать с тем, что есть. Да, на что он мне сказал, что он, конечно же, думал о том, что что-то можно улучшить, но больше всего ему нравится получать в работу сломанный механизм и искать причину. Найти дефект и устранить его, и запустить часы, чтобы они снова заработали. Получается, что я тогда в этом разговоре понял, что меня это... У меня другие цели. Да, меня это меньше интересует, то, что это как бы такая работа, работа детектива, какого-то работа аудитора. Это совершенно другая цель, совершенно другая задача. Конечно, многие люди получают удовольствие, когда они что-то восстанавливают. Я знаю людей, которые занимаются реставрацией, вот они берут старый механизм, старые часы, даже мебель какую-то, и восстанавливают по деталям, изучают, как это было, как должно быть, и приводят к первоначальному виду. А создавать что-то с нуля, это вообще другая отрасль, то есть это люди, которые мыслят в двух разных направлениях. Тут тоже есть вилка, в этом во всем. Когда я столкнулся с работой по реставрации и по ремонту, в ней тоже есть две ветки. Получается, есть одна ветка людей, которая говорит о том, что все должно быть такое винтажное, чтобы немножко грязи как бы осталось. Ну, слегка оставить, чтобы было видно, что это не новое. Патина, да, и вторая, получается, половина есть людей, которые говорят о том, что вещь после реставрации должна выглядеть как будто бы, вот она только новая, как будто ее только произвели. Вот если эта вещь... То есть в ноль отреставрировать, как будто мастер это сделал вчера. Если это часы 1900 года, они должны выглядеть так, как в 1900 году они попали к первому владельцу. Вот. Поэтому в производстве часов, в создании часов, точно так же есть два направления. Почему мы, когда изначально вспоминали про Константин Юрьевича, мы с ним тоже говорили на эту тему, что в Академии независимых часовщиков есть два основных направления. Есть художники, у которых есть задумка творческая, которую они хотели бы воплотить в жизнь. И им без разницы, как это будет сделано. Что если есть современная технология, которая позволит им реализовать их затею, то можно как бы что-то и лазером сделать. Можно что-то сделать и литьем. То есть неважно, вручную это, не вручную. Главное, чтобы готовый продукт. ЧПУ, да, получается, что ты как бы ты, как художник, по сути дела, хочешь самовыразиться с помощью своего изделия. Но также есть, получается, вторая школа часовщиков, ватчмейкеров, которые говорят о том, что все должно быть трушно, все должно быть сделано на ручных станках. Только на ручных станках. Хорошо, что хоть не на пильничках все разрешили в станочке. Есть и такие, но это, получается, их выбор. Тут можно очень долго... У каждого свое понимание, видение. У тебя какое? Я, получается, отношусь к первым. То, что... Если можно, мы используем и сделаем. Да, да. То, что я использую довольно много ЧПУ. Ну, все, что касается производства деталей, я делаю на своих станках ЧПУ. Но финишная обработка, это все делается руками. Поэтому, ну, я не считаю, что что-то зазорно, а что-то читается очень круто. Совершенно разных видений, да, и это нормально. И мы обязательно посмотрим на мастерскую Александра, увидим, как это все выглядит, как работают станки, как создаются часы. Давай к первым часам. Что это был за проект? Часы, которые ты создал. Не те, что у нас лежат на столе. Это вот самый... Это твой последний проект, я так понимаю, ну, последний продукт, крайний продукт, если можно так правильно выразиться. Мы посмотрим позже первые часы, которые ты создал. Первые часы, которые я создал, они были сделаны... Там был произведен, соответственно, корпус, циферблат, стрелки и... Это все тобой полностью? Нет, было произведено как раз не мной полностью. Тогда это все начиналось еще как раз, когда я обучался в центре 12 часов. А, даже так? Да, и эти часы, эти часы, получается, что долго-долго доделывались, ну, и это те часы, которые, как бы, по сути дела, показывать никому нельзя, ну, потому что это просто, это просто проект человека, который ничего в часах... Ну, что ты попробовал сделать первое сам. Да-да-да, то, что сделав их, даже достаточно было на них посмотреть, для того, чтобы понять, что то, как я это все задумал и спроектировал, как бы, это не жизненепригодно. Поэтому это был первый опыт для того, чтобы их переделать. Ну, по крайней мере, ты понял, что, в принципе, можно. То есть, что-то получилось, оно вроде как работает, вроде как визуально похоже на часы и можно развиваться. Да, потом, после того, как произошло вот это, и когда я начал заниматься всем проектом по созданию своих часов самостоятельно, я столкнулся с экзистенциальным кризисом, с чем сталкиваются, наверное, в принципе, все люди, которые хотели бы делать свои часы. Когда ты понимаешь, когда ты раскладываешь все по полочкам, что тебе предстоит сделать в часах, как бы, ты видишь тысячу задач, которых нужно довести, и ты не знаешь, за что взяться. Соответственно, нужно еще и деньги зарабатывать. Желательно, да. Да, желательно, потому что, ну, как бы, эти часы на что-то нужно сделать, вот, из, там, из палок и грязи, как бы, ты часы не соберешь, приходится покупать. Ну, это вот даже оборудование, то, что ты говорил, что купил за 12 тысяч рублей, это мизер, нужно, естественно, нужно оборудование, нужно вложиться в какие-никакие знания, и просто так прийти, сделать часы без хотя бы какого-то стартового капитала, ну, это невозможно. Да, да, если ты не работаешь в какой-то мастерской, как прекрасная история Франсуа Поля Журна, что он, он же первые свои часы, он сразу начал делать сложные часы, первые часы, это были его часы с турбионом, он их делал 5 лет, но он работал в мастерской своего дяди, часовщика. Какой был доступ к оборудованию, к материалам? Да, после работы он оставался и, соответственно, 5 лет делал свои часы, вот, если у тебя есть доступ к этому, то добро пожаловать, ты станешь... Можно пробовать тогда, если доступа нет, путь другой. Да, и поборол я этот кризис тем, что я понял, что нужно начинать с чего-то простого, ну, потому что, мне кажется, что человеческий мозг устроен так, что ты хочешь что-то простое, а потом начинаешь накидывать на это, а было бы лучше, было бы лучше, было бы лучше, и когда ты видишь этот дворец, как бы... Ну, как везде нужен фундамент, нужна какая-то основа, что-то базовое, дальше ты дорисовываешь, что-то убираешь, что-то добавляешь. Да, получается, что я как раз начал делать что-то, делать все очень простое и как раз пришел к часовому механизму ракета, потому что я подумал, что, в принципе, я в своих часах не пишу made from Russia, я пишу Санкт-Петербург, потому что эти часы на 90% сделаны в Санкт-Петербурге. Понятно, что типа аллигатора как бы в Санкт-Петербурге не выращивают. Ну, если бы были, я думаю... Да, и руду стальную мы не добываем. Ну, это уже если придираться прям... Да, да, поэтому 90% работы делается в Санкт-Петербурге, и я подумал о том, что есть вот ныне живущий, здравствующий завод, который делает механизмы, которые уже проверены временем, вот, что прекрасная конструкция, я, соответственно, сразу понял, что я не буду делать на швейцарских калибрах, соответственно, на немецких, на китайских. То есть была задача как раз вот локализовать продукт, чтобы иметь право писать сделано в Санкт-Петербурге, то есть это было для себя важно? Я думаю, что здесь не то, чтобы получить какое-то право, это есть самоопределение художника, что ты хочешь... Ну, просто ты так решил, что это будет отечественный механизм. Да, получается, что я вдохновлен Санкт-Петербургом, и мне хотелось бы как можно больше взаимодействовать с ним. А сделать сразу свой механизм у тебя не было, идеи желания? У меня была такая сумасшедшая идея. То есть вообще полностью свое, чтобы даже не покупать чей-то механизм? Да, получается, что, как это говорится, о том, что все наши беды от глупости и необразованности. Получается, что когда я подумал о том, что для того, чтобы твой проект был успешен, тебе необходимо сделать полностью свой механизм. И в этой ситуации мне тоже помог Константин Юрьевич. Я в очередной раз приехал в Москву и был у него в гостях, на что он мне сказал, что ты думаешь, что твой собственный механизм, он кому-то нужен? Что люди сейчас, если посмотреть сейчас на индустрию, на часовую, люди покупают часы не за механизм. По сути дела, люди покупают историю, люди покупают философию, но не механизм. Механизм это такая... Вишенка-бонус, если он свой, от известного бренда, от крупного производителя, наверное, да. Это просто уже элемент твоей концепции, к которому ты приходишь. Потому что если рассмотреть прекрасные примеры независимых часовщиков, академиков, там у некоторых из них, не будем говорить, что у многих, получается, что путь был и построен на том, что они брали изначально какой-то проверенный механизм, дорабатывали его, делали свои мосты, обработку. И когда их дизайн, их философия находила соискателей, то они постепенно перенаправляли свой ресурс с производства и продвижения на разработку... Ну, когда ты уже имеешь какое-то имя, да, когда уже твои часы люди хотят, ты можешь дополнительно уже дать им потом свой механизм. Изначально, конечно, вот я такой мастер, появился, сделал свой калибр, покупайте, да, как бы, скажут, что за механизм, они вообще будут работать или нет, да, то есть, это не так, чтобы кому-то сильно нужно. Я могу сказать так, что я сталкивался с такими разговорами, когда люди хотели заказать мои часы, и я преподносил себе так, что вот, как бы, что часы в Санкт-Петербурге, я вот использую русский калибр, и они говорили, что, как бы, это все хорошо, как бы, но, может быть, и нехорошо, что ты используешь русский калибр, что, может быть, со швейцарским калибром это было бы и лучше, понадежнее. Но это предрассудки, получается, что сейчас машинное производство настолько, как бы, стало совершенным, что, если посмотреть на китайцев, которые сейчас уже, да, которые сейчас уже с точки зрения техники делают прекрасные механизмы, они просто декорированы с условиями их стоимости. Сейчас, если посмотреть на E-TU 2892, рыночная цена у нее, ну, в районе 25, наверное, 27 тысяч рублей, китайцы, которые делают кулоны, за 7-8 тысяч рублей ты получаешь механизм, ну, конечно, он будет не такой проверенный временем. Ну, там есть нюансы, да, что за материалы, как это собрано, конечно, можно долго рассуждать, но, тем не менее, я уверен, что наши ракетовские механизмы вполне-вполне надежны и могут работать, Да, 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 получается, что ракетовский механизм проверен временем, и поэтому все хорошо. То, что люди хотят видеть внутри швейцарский механизм, это просто предрассудок. Да, предрассудок, как бы, это наша русская ментальность, мы живем в обществе авторитетов, которые кто-то кому-то сказал о том, что это, ну, в основном, как бы, это все происходит сверху, кто-то наверху сказал, что вот это хорошо, и люди говорят, да. Вот швейцарский механизм, ну, так как я занимался сервисом, это ни для кого не секрет, многие люди, которые покупают швейцарские дорогие часы, они считают, ну, они истинно верят в то, что на них пожизненная гарантия. Увы, они тоже ломаются, как и любые другие, есть свои тонкости. Да. Давай вернемся к часам. Ты решил использовать механизм ракета, ты сегодня продолжаешь во многих использовать его, я знаю, что и ракету, и молнию сегодня. Да. По поводу корпуса, циферблата, стрелок, тут, я так понимаю, ты решил, что это будет собственное производство. Да. У тебя была сложность ли сопоставить механизм с тем, как ты видишь? То есть у механизма есть свое понятие, что вот тут стрелки, вот тут там секундная стрелка, ставим его именно вот таким образом, то есть есть какие-то ограничения по дизайну. Не выбивалось ли у тебя это, что я же хочу совершенно иначе, а механизм дает какие-то ограничения? Наверное, когда я начал заниматься часами, я услышал прекрасное выражение о том, что нужно работать под инструмент. Если у тебя сейчас есть возможность сделать так, то ты должен максимально выжать из этих обстоятельств то, что ты можешь сделать. Мы про это… Есть такой прекрасный человек Константин Старцев, у него есть часовой клуб в Москве, и как раз мы были на заседании, на заседании этого клуба приглашенными гостями. Это был Константин Юрьевич Айкин, Сергей Волков из Углича и, соответственно, я. И мы как раз обсуждали эту тему и вспоминали, что мы все встречали людей, которые хотели бы делать часы, но они как раз вот говорят, вот я сейчас, вот я бы хотел, чтобы это было бы так, и это вот сейчас вот это вот нет, как бы, и я, значит, пока что не буду делать часы, я подожду, пока что-то произойдет впереди. То есть кто-нибудь придумает механизм, который мне подойдет или какую-то другую систему? Да, да, когда будет люди, люди либо копят инструмент годами, коллекционируя, собирая супер коллекции швейцарского инструмента. Так в любом деле, абсолютно в любом, то есть многие думают, я сделаю, но у меня нет оборудования, мне надо сначала все купить, все поставить, все сделать, потом думают, нет, вот я не сделаю хорошо, пока у меня не будет там классного помещения или что-то подобное, абсолютно любая сфера, куда ни плюнь, даже вот видео снимать, то же самое, кто-то говорит, нет, мне нужен свет, камера, микрофон и все-все-все, а кто-то берет и начинает делать с тем, что есть. То есть мне кажется, лучше начинать и делать, пока есть идея, желание, какой-то внутренний огонь. С этим, да, с этим самая большая проблема как раз у людей, которые начинают заниматься часами, для того, чтобы даже довести какой-то проект в сырой стадии, что-то сделать из глины и палок, это все равно нужно время и сосредоточение, и для этого нужна внутренняя энергия. Получается, что люди, не имея постоянной генерации энергии изнутри, они сталкиваются с, ну даже не сказать, что не с первой проблемой, а с первыми проблемами, потому что, если просто подумать о том, что, как произвести корпус, как бы человек понимает, что, ну это довольно сложно. Соответственно, даже не произвести корпус, а хотя бы, например, его правильно спроектировать, потому что я сталкивался тоже в своей жизни неоднократно, когда люди обращались со стороны и спрашивали, могли бы вы для меня сделать корпус. Ну, скорее всего, может быть, люди занимались марияжами, либо делали какие-то свои проекты. И я задавал вопрос, ну они спрашивали, сколько это будет стоить. Я всегда задавал человеку вопрос, ну цена полностью зависит от того, какую работу придется сделать. И очень часто начинающие часовщики говорят, так у меня уже все есть, у меня уже все нарисовано, у меня уже есть там 3D-модели, мне нужно просто сделать. Я просил это все, конечно, прислать, посмотреть. И в основном это было просто три кольца, три кольца, которые должны были, я не знаю, наверное, склеиваться, либо где не было просто элементарных вещей, таких там, как полочка под размещение стекол. Сделать вот это можно, но оно не будет корпусом. Да, получается, когда ты называл им цену полностью за проект по поводу разработки полностью корпуса, под них его производство и финишной обработки, эти люди говорили о том, что, а мне вот дядя Вася на заводе сказал, что он мне это все за 10 тысяч рублей сделает. И тогда я говорил, что, конечно же, welcome к дяде Васе, дядя Вася вам все сделает. Вот, поэтому первый вопрос, первый вопрос касаемый корпуса, второй вопрос касаемый производства стрелок, третий вопрос касаемый производства циферблата, его покраски, там, по печати, когда дело доходит до механизма, ну, соответственно, конечно же, можно просто взять готовый этажный калибр и поставить, и все будет прекрасно, но в большинстве случаев люди бы хотели бы его еще немножко декорировать. Ну, чтобы он был необычный, интересный, не совсем серийная версия. Все-таки, если ты уже делаешь штучный экземпляр, то, наверное, хочется как-то, чтобы везде-везде-везде коснулась там рука мастера и что-то добавила от себя. Да, да, поэтому в основном начинающие сталкиваются с большим количеством трудностей, и у них не хватает немножко сил для того, чтобы это довести до чего-то. Поэтому, чтобы побороть этот экзистенциальный кризис, нужно просто начать с чего-то одного и стараться довести это до того результата. Понятно, что до совершенства очень сложно что-то довести. Да, всегда нужно развивать и развивать. Да, до уподобимого. Поэтому я считаю, что из конкретных примеров, меня вызывает восхищение проделанная работа Сергея Волкова. Вот, потому что, что касаемо тампо-печати, типа, одно из сложнейших вещей... Да, то, что мы обсуждали при прошлой встрече с тобой. Да, да, что Сергей, по-моему, за 4 года освоил это просто до сумасшедшего уровня. И вот как раз человек, который не занимался, не был связан с тампо-печатью, с красками, начал узнавать, пробовать и довел это до уровня идеала. Соответственно, он не бросил это, не начал искать, кто бы это мог сделать, просто взял, разобрался в вопросе и сделал. Это важный вопрос. Я просто немножко пояснить нашим зрителям, кто, может быть, не совсем понимает, о чем идет речь. То есть даже вот эта тампо-печать, это не просто взять краску, взять, скопировать, поставить на циферблат. То есть есть миллион тонкостей, миллион трудностей. Что это за краска? Какими материалами? В каких условиях? Вплоть до того, насколько температура в помещении должна быть правильная, чтобы все это идеально для ГЛО. И это непростая задача. И таких непростых задач в создании одного проекта, их просто тысячи, когда начинаешь что-то делать, понимаешь, что ой-ой-ой, а здесь, ой-ой-ой, а тут. И надо учиться, надо разбираться во всех, во всех тонкостях. И, собственно, я вижу, что ты все-таки, ну, в чем-то, по крайней мере, разобрался, раз часы есть и пользуется спросом. На четыре с минусом, да, разобрался. Это хорошо, что ты не ставишь себе пока вершину. То есть есть куда стремиться, есть куда расти. Да, это безусловно. Я считаю, что во всей, в этой работе, если мы говорим про людей, которые хотят делать часы, я считаю, что есть два вида страдания, получается. Есть худший вид страдания, это когда ты ничего не делаешь и страдаешь от того, что ты ничего не делаешь. А второй вид страдания, это когда ты делаешь, ошибаешься, видишь брак, да, и страдаешь от того, что ты находишься в поиске того, как это сделать лучше. как бы такое страдание рано или поздно приведет к такое немножко даже приятное страдание если ты пытаешься таки решить вопрос тут тут как как это есть русское такое выражение везет дуракам алкашам и нам немножко получается что с первого раза я так себе так себя успокаиваю за постоянно когда я делаю что-то новое из первого раза ничего не получается ты говоришь а почему тебе должно было повезти с первого раза как бы ну сделай сделай это хотя бы ну раз десять и возможно тебя тоже поймешь принцип ну естественно с первого раза там монолиза это не первая работа мастера да то есть он сделал десятки тысяч и сотни картин чтобы это создать и так абсолютно опять-таки в любой сфере невозможно просто взять и сделать сразу хорошо может быть мы перейдем все-таки к твоим часам я понимаю у тебя на руке это это мои первые арт-деко первые арт-деко часы которые послужили стартом скажем так коллекции наверно да ну этого направления у тебя сейчас сколько вообще есть ну не моделей а направленности я думаю что можно сказать точно про две это арт-деко и эрмитаж то что в бордовом цвете есть есть проект одиссей который который просто посудила был сделан первый прототип и был он продан сразу и не доходит руки для того чтобы это все продолжить вот но я думаю что я как художник реализую сейчас в этих двух проектах как бы это получается такие более классические casual часы и у меня есть не идея как бы есть маленькая цель их довести до до определенного уровня качества и соответственно доработать именно механизмы не потому что не потому что не потому что механизм не потому что молнии и ракеты это плохие механизмы а потому что когда ты перерабатываешь их ну можно сказать что как обычно говорят мастера переделывать за кем-то это хуже всего что с моей точки зрения сделать новое и довести его до того вида и уровня качество которого ты хотел это гораздо проще нежели чем переделать то что уже есть вот поэтому поэтому я сейчас сконцентрирован на этих двух моделях соответственно на них как бы на них есть спрос у потребителей в там в общем в общем и целом сейчас очередь она периодически плавает от полутора до двух лет это срок ожидания да да срок ожиданий поэтому поэтому конечно я хочу довести до какого-то логического завершения эти модели начать их усложнять ну если будет желание если я остановлюсь неудовлетворенным результатом то возможно что что-то новое но мой мой стандартный ответ на вопрос о том что вы могли бы сделать часы мне на заказ я говорю вы мне расскажите пожалуйста что вы хотите потому что я не все умею как бы у меня нет я не не владею всеми техниками да поэтому скажите если если я чего-то не умею и у меня нет этого оборудования чисто физически там то что касаемо того же самого гелиша про которые любят любят все как любители часов все говорить и обсуждать гелиш это мое личное мнение может быть люди будут со мной не согласны гелише это повторяемый рисунок на механическом станке как ну которым по сути дела является ross engine гильеж станок у нас в россии насколько я знаю есть два станка и они находятся в распоряжении у ильи гельфмана и и получается они заняты под какие-то проекты по моему сейчас не связанные с часами и больше в россии ни у кого нет настоящих гелише станков и поэтому когда люди говорят о том что сделать гелише ты говоришь о том что это невозможно получается что есть есть фрезеровка гравировка конкретно эту процедуру эту операцию просто невозможно выполнить ввиду отсутствия да как бы есть если мы говорим о том что любит я хочу себе циферблат с гелише как бы если люди хотят просто себе циферблат с рисунком как бы это две разные вот поэтому я не делаю гелише если посмотреть на и на модель ардеко и на модель эрмитаж у меня там мой стандартный рисунок который делается механически не на чпу с помощью нехитрого приспособления которые я сделал как бы и на на ручном станке можно по сути дела сделать сделать такой рисунок давай посмотрим на часы обсудим покажем расскажем вот про вот эти 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 часы в музее находится хорошо давайте смотреть на часы одно из последних творений в красивом я бы сказал бордовом циферблате свете ремешок очень грамотно подобран да и в принципе коробочка тоже но это понимает они последний вариант что мы говорили промежуточный хотел бы услышать сначала комментарий что это за модель что ты хотел может быть передать чем вдохновлялся как и все как и все мои модели все вдохновлено санкт-петербургом на эта модель называется эрмитаж по моему довольно долго я не мог придумать как их назвать по моему только с только с 4 4 или с 5 попытки эти часы обрели имя получится артеку как бы сразу изначально были артеку а эти часы люди заказывали и они были безымянные ну а потом когда уже я понял что их хотят и хотят еще заказывать то пришлось придумать на для них название эрмитаж а вот это вдохновление санкт-петербургом вдохновление чем культурой историей архитектурой я считаю что в большей степени архитектурой вот у меня есть есть такое философское воззрение для того чтобы понять какую-то нацию ментальность нации ну или можно сказать что и ментальность санкт-петербурга нужно посмотреть на архитектуру конкретного города конкретной страны поесть их еды местной и сходить их в картинную галерею посмотреть что рисуют рисовали их художники на протяжении всех всего времени что задокументировано в музее для того чтобы их понять вот я считаю что эти часы эта модель эрмитаж она такая ну как как наверное как и в принципе все в санкт-петербурге здесь конечно много ар-деко барокко стиле у нас смешанные намешанные да какие но были разные веяния разных тенденций то что то что по-хорошему называется эклектика просто название эклектика такой довольно скользкий сложный термин сочетание всего несочетаемого что по сути дела здесь классический циферблат и такие эклектичные стрелки я вижу что стрелки наверняка тебе уже говорили особенно по прошлой модели что это как бы стрелки бреге да вот эти яблочки сравнивали с стрелки на ар-деко я думаю что больше стра их сравнивали с вариацией карьера тиранина потому что сложно составные стрелки как бы по моему у него это прижилось и у бренда датского бренда урбан джурсон вот там получится одна стрелка а эти стрелки здесь уже не по-другому обыграл да здесь больше круг то есть здесь уже нельзя я не помню чтобы у какого-то по крайней мере известного бренда были вот да точно такие же стрелки может быть кто-то конечно и сделал такой же какой-то мастер норвегии говорит это же я ну и стрелки которые называются яблоками бреге они не первые у бреге появились есть классические модели ваширона карманных часов в которых точно такие же стрелки просто сама сама классификация стрелок яблоки бреге это зависит не от общего форм-фактора а от расположения отверстия в этом самом яблоке оно должно быть смещено и сама стрелка сама стрелка сама тело стрелки она должна иметь определенную форму потому что у ваширона есть то же самое но соответственно стрелка не просто прямая само тело стрелки просто прямая она имеет такую типа вытянутую форму ну как вазы вот поэтому если беглым взглядом посмотреть то может быть можно найти что-то схожее но всегда есть какие то различия ну и по крайней мере бреге стал популярен ну точнее он сделал популярными эти стрелки на долгие времена ему до берег именно под его именем и знаем но здесь опять-таки до повторюсь стрелки другие что касается корпуса мне очень нравится именно формат то что боковые грани имеют совершенно другую поверхность да это это набивается твердосклавным инструментом что может немножко отдаленно ассоциироваться именно с архитектурой использованием такого камня в нашем то есть не гладкая поверхность такая немножко рыхлая да 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 корпус ты делаешь сам да на заготовку какую-то приобретаешь это все это все делается просто из куска нержавеющей стали круто круто стекло здесь стекло ну как как и во всех как и во всех часах сапфировая сейчас сапфир не является каким-то время ведут его же ты все-таки покупает конечно но для производства сапфира мне кажется что у нас кстати в сан петербурге есть производство сапфировых стекол и насколько я боюсь ошибиться там в точных цифрах но стекла на айфон изготавливается даже в сан петербурге но получается для производства я не слышал если честно для производства сапфира нужен нужно всего лишь высокое давление и высокая температура и по сути дела нера ни для кого не является секретом что во всех абсолютно часах и швейцарских и американских и русских используется китайский сапфир потому что на данный момент китае это страна где цена за электроэнергию пока что гораздо ниже чем в других странах дан китай в этом плане конечно уходит вперед развивается давай поговорим про циферблат здесь у тебя он двухсоставной скажем тогда есть две поверхности одна поверхность насколько я понимаю гладкая и здесь именно печатные индекс да с точки зрения печати индексов ты по какому пути пошел делаешь сам или все-таки кому-то получается что у нас у нас есть прекрасный мастер который этим занимается в сан петербург который занимается этим уже более 15 лет и именно там по печати я даю ему то есть ты полностью подготовку циферблата сделал да я я рисую эскиз получается что до сих пор все эскизы индексов это все оговаривается с заказчиком получается что это третий или четвертый вариант к чему мы пришли там у нас на обсуждение ушло две недели как бы когда мы все это довели до до того состояния пока не понравилось я рисую полностью эскиз макет передаю это андрею если он делает да это все не так просто получается что трое циферблатов были списаны в брак потому что печать ну после во время потому что такую конструкцию циферблата я делал впервые и и соответственно с первого раза ни у кого ничего не получалось соответственно приходится переделывать как сделана центральная часть циферблата то есть я вижу здесь узор да это она сделана с помощью она сделана с помощью приспособления механического который по сути дела имитирует работу гильяше станка точно также режет режет это резцом как бы ну срезает но как бы но не гравирует не не вынимает там мелкую стружку вот мне нравится что здесь не крупная заводная головка в принципе небольшая выглядит довольно аккуратно но будет больше в разговоре говорил что будет больше все-таки почему она будет больше и на что это влияет это именно визуально ты хочешь сделать больше чтобы внешне выглядело лучше или просто для удобства от завода часов визуально тот размер который есть сейчас он меня максимально устраивает но при сборке но при финишной сборке когда это все превратилось из 3d модели в материю как бы я понял что из-за большого механизма молнии как бы и мощной пружины такая маленькая головка вызывает дискомфорт при заведении пружины до максимума и поэтому конечно лучше увеличить поэтому ну и здесь собственно в этих часах установлен механизм молния ну и я вижу что это не просто базовый механизм не такой как он пришел завода расскажи пожалуйста ты изначально сразу ставил целью механизм декорировать обрабатывать или это уже со временем пришло и что ты все-таки с ним делаешь я изначально я считаю что как раз и вся прелесть часов вернее не вся четыре часов а без видимого механизма и его обработки часы но не будут полностью полноценны что корпус корпус занимает одну часть циферблат другую часть стрелки 3 части механизм с ними все это разделяет если делать закрытую глухую заднюю крышку то они как раз потеряют и сторонник прозрачных да да и сторон и мой выбор именно механизмов с ручным заводом обусловлено только тем что ротор автоподзавода в большей степени закрывает закрывает все пространство и соответственно там где ты можешь сделать ручную работу пространство сокращается многие бренды как раз идут по тому пути что просто меняют ротор автоподзавода на нем делают свои гравировки механизм не видно а ротор как бы красивеньким и поставили да но кто на что делает упор мы про это сегодня говорили по поводу того что сейчас очень маленький сегмент рынка занимает часы у которых важно вмешательство в сам механизм его обработка тем не менее ты решил вмешаться да это моя принципиальная позиция когда ты взял механизм молнии базовый ты наверное посмотрел что вот я сделаю вот это и вот это потом посмотрел что теперь надо и вот здесь доделать где грань где остановиться и чтобы ты хотел улучшить еще возможно я думаю что пределов пределов доработки не существует все упирается просто во время во время всей этой отделки декорации и все обусловлено но конца самой конструкции самого механизма ну то есть все что видно нужно делать красивее да конечно ну и и по сути дела то что то что не видно просто как мы уже сегодня говорили о том что молния но сейчас конечно это все поменялось сейчас молния выпускается с открытой задней крышкой со стеклом буквально недавно только да и на на всем пути завода молнии они ставили свои механизмы под глухую заднюю крышку и никогда не не думали о том что его нужно декорировать так как это должно там быть при современных реалиях хотя потому что многие видели первые тонкие молнии когда только завод открылся они были из женевской волной как бы и в них было все идеально когда они находились под глухой крышкой вот поэтому все что сделано вся обработка механизма все что я сделал это по сути дела максимум на что я способен сейчас что для более более качественной обработки нужно научиться учиться тренироваться пробовать что-то делать и соответственно все обусловлено тем что я беру и перерабатываю уже готовый механизм а не делаю пока что не не режу мосты самостоятельно на модели арт-деко получается я режу мосты самостоятельно поэтому там как бы больше есть отличий да ну и да больше есть отличий если зачем ты делаешь мосты если они уже готовы получается что не устраивает по качеству кубы по качествам все прекрасно просто визуально просто в архитектуре часовых механизмов есть есть разные эпохи и так как механизм ракеты был создан в 60-х годах он соответственно соответствует вот этому винтажному стилю с угловатыми мостами как бы в каких-то часах это смотрится потрясающе но это просто не в моей концепции и соответственно для того чтобы подтянуть под общее видение да 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 что чтобы что именно мосты молнии они соответствуют концепции эрмитажа и по сути дела мне кажется что довольно многие любители часов и которые есть в мире им нравится вот эта архитектура и дело в том что это сам механизм это довольно старый это не молния сначала начал не молния разработала этот механизм он к нам пришел собственно из швейцарии какие-то доработки были но в целом архитектура внешний вид оформление все это имеет очень большие корни и ты все-таки сделал свои инициалы на барабане и и я здесь вижу да это первое это первое заводное колесо получается что в этой архитектуре молнии это получается уже последние варианты вариации 3603 с противоударным механизмом с инкоблоком они перешли к другой конструкции фиксации первого этого заводного колеса и там используется такой всем известный винт с тремя прорезями которые показывает о том что это левая резьба вот как бы он но он сюда точно не подходит поэтому то есть это элемент вот с твоим логотипом с твоими инициалами это винт да это винт как его закручивать да получается что изготовлю я изготовил отвертку с инициалами которую это очень круто ну вот но что прям необычно да там тоже есть в принципе другой мастер не сможет не повредив их разобрать да ну вот тот мастер у которого есть станки которые может изготовить инструмент он сможет получается как обычный часовщик это не сделает может какая-то хитрость что приносили только себе волшебный часовщик дозят ты кстати так так делают некоторые бренды на ира самые на самые известные кто так сделать аришар милю решали ли а в для разборки их базовых механизмов там например как rm10 нужно три отвертки для того чтобы разобрать именно их уникальные отвертки ну вот чего чего этого я действительно не ожидал это вызывает интерес как минимум вызывает интерес в этом тоже есть два подхода как бы некоторые некоторые часовщики и ну и именно независимые часовщики изготавливают винты без стандартного шлица как раз для того чтобы обслуживание могло происходить только у них но такая двоякая ситуация то есть это как хитрость какая-то с одной стороны например человек приобретает твои часы где-нибудь уезжает уезжают они в нью-йорк да и если вдруг там в любом случае лет через пять-десять нужно будет их до жизнь очистить смазать и тем самым ты возвращаешь человека обратно ну если рассматривать хитрость туда но я могу сказать что я продал создал и продал но не так много часов это чуть больше 20 и они еще по сути дела ни разу не проходили технического обслуживания у меня как бы в моей истории тоже есть как бы варианты брака одних часов когда мы долго не могли понять в чем причина что но мне повезло что мой заказчик живет в москве и как бы все просто да да получается что по моему по моему трижды они возвращались как бы проблема проблема была настолько скрыта и не была решена что пришлось по сути дела переделать сделать новый механизм но здесь именно идет наверно заводской брак еще из механизма который ты получил ну не могу сказать точно потому что я это сказал к тому что те люди которые купили их за границей они говорят о том что они хотели бы прислать их ко мне обратно для обслуживания когда это потребуется потому что все таки все таки пост продажное обслуживание часов у мастеров как бы это я согласен с тем что лучше всего отправлять часы на сервис тому кто их сделал будь то даже не штучный экземпляр не мастеровые часы а любого крупного производства лучше если есть возможность отправить именно заводу производителю чтобы сделали правильно так как изначально должно было быть имея все необходимое весь инструмент для этого именно механизма да и самое главное технологические карты конечно потому что в моих часах понял что это простые базовые механизмы и здесь нет ничего сверхъестественного 90 процентов мастеров которые имеют образование часовой они с легкостью это все обслужит вот но есть есть вопрос который с которым сталкивается абсолютно все независимые часовщики почему то же сам константин юрьевич делать сборку самостоятельно потому что сборка новых часов она под собой подразумевает супер аккуратность получается что все забирается бронзовыми отвертками и та же самая то же самая отвертка которая закручивает этот хитрый винт она ну кабана по сути дела одноразовая потому что так как она делается более мягкого материала чтобы не было царапин до что выполнено идеально я смотрю я не не верю что это винт ну что если как бы если вернуться к тому что по поводу там себестоимости часов как бы сложности вот на один простой винт уходит весь как бы весь процесс коротенько заключается в том что сначала делается токарная часть работы соответственно нарезается резьба потом это делается второй установ фрезерный делается фрезеруются инициалы и потом проходит термическая обработка это закаливание и отпуск до до нужной до нужной твердости для того чтобы винт был но не мягкий не царапался и соответственно не не был каленый для того чтобы он лопнул со временем и после этого идет финишная обработка полировка это всего вот как бы на вот этот весь процесс на один винт но уходит 5-6 часов работы из этого и складывается вся себестоимость казалось бы да зачем все уже есть бери да собирай но когда нету вот таких маленьких тонкостей маленьких нюансов мы уже не получаем уникальные часы не получаем частичку мастера который оставил вам свою частичку в этих часах то есть за счет этого и складывается полностью вся уникальность любых часов помимо необычного винта я здесь вижу и необычные необычный способ необычную заднюю крышку скажем так то есть опять-таки стандартным инструментом ее не открутить должен специальный ключ еще один пунктик даже даже если у вас будет отвертка с логотипом александр нестеренко сначала нужно снять заднюю крышку да это тоже такая маленькая тонкость я не думал я не думал о но об этом вообще принципе не думаю просто я считаю что форма задней крышки она хороша для этих красиво и мне нравится что очень очень тоненькая рамка ну скажем да и то есть сама эта часть стали очень маленькая и стекло практически полностью на 90 процентов тут тут очень сложно сделать с точки зрения вообще материала с этим с этим есть сложность но это эта модель эта модель и remitage впервые выполнена в корпусе 40 миллиметров а ну насколько я знаю может я просто мало осведомлен я не видел вообще в принципе ни одних часов в молнии в корпусе 40 миллиметров поэтому здесь до молния делает покрупнее говорит что пока у них нет технической возможности массово делать более меньший формат часов но вроде как обещали будем смотреть будем следить этот этот корпус 40 миллиметров теоретически пожертвовав дизайном и обработкой можно его сделать и 39 миллиметров но это для тех людей которые хотят маленькую молнию но я пока но я пока что не планирует делать что мне еще нравится на что я обратил внимание это на ушки на крепление ремешка ты сделал здесь такие небольшие вырезы для того чтобы удобнее снимать ремешок дай это это знаете это полученный опыт из-за того что как я вам рассказал изначально я начал все заниматься полировкой часов и когда ты разбираешься для полировки и снимаешь эти шпильки и ты видишь что когда все что все изодрано как бы такая такой простой как бы это не мною придумано по-моему я это подглядел на на поток филиппах модели офицер вот там как раз были такие прорези и точно такие же быстросъемные шпильки и когда я это все разбирал я понял что ушки внутри идеально не подцарапаны потому что ну тебя по сути дела нет возможности для того что надо все аккуратно становится куда нужно вот из таких мелочей опять таки складывается наверно качественный подход и да наверняка вам вот на эти ушки смотреть постоянно не нужно то есть у меня на часах они тоже наверняка и сарапаны я периодически люблю поменять ремешок поставить какой-то сторонний делаю это сам делаю это вот да не напрягаясь и если мне мне нравится мне нравится это это очень крутое решение тем не менее ремешки быстросъемные то есть даже не нужно отверткой туда лезть все равно да потому что ремень наверное не скажу что это моя принципиальная позиция изготовления ремней только из аллигатора но так получилось что кожа аллигатора она одна из самых износостойких и получается здесь для пошива используется дорогой итальянский аллигатор который я мной проверен вот получится на мне часы которые которые ношу уже но больше пяти лет конечно есть потертости в краске но это все реставрируется и по сути дела можно просто поменять подкладку перешить перешить шов как бы все будет хорошо но быстросъемные быстросъемные шпильки и все это усложнение в ушках сделано как раз для того что многие люди не хотят носить аллигатора на постоянной основе как бы что по какому-то грубо говоря сделать оставить этот ремешок на выход до повседнев какой-то попроще более да человек человек может поставить абсолютно любой ремень и также легко снять пряжку и что вся ряжка тоже кстати с логотипом александра нестеренко тоже сделано до я могу сказать что на производство на производство пряжки и на ее полировку уходит около 16 часов поэтому если ну если если подумать и сказать что это всего лишь пряжечка казалось бы если ну если рассмотреть изготовление корпуса но не целиком а самого самого основного кольца корпуса по сути дела срок срок изготовления и усилий которые прилагаются примерно одинаково потому что если на нее посмотреть на ней довольно много граней и сочетание обработок это все растягивает на здесь я вижу на внутренних поверхностях отсылка идет как раз к боковине корпуса сколько времени занимает создание одних часов в среднем уходит около трех месяцев это полностью процесс это полностью процесс прыгну проектирование чего-то доработки производства сборки настройки проверки для того чтобы можно было отправить ну и наверное вопрос который будет интересовать всех сколько же это стоит ну конкретно эта модель в этом исполнении она это была заказана серия серия часов для американских коллекционеров получается их цена 4000 евро за серию штучное производство это все серия это понимает они 1000 нет и получать получается что то что я могу сейчас делать без ущерба для качества и ну и чтобы были в разумительные сроки это не более 10 штук ну и соответственно не очень бы хотелось бы делать одинаково очень много если взять в принципе ценовой сегмент уровень от скольки это начинается вот сколько стоят часы александра нестиренко от я думаю что сегодняшний я думаю что это все это все именно обсуждается если это индивидуальный заказ как бы сейчас там коллекция ardeco но с определенным лимитом она продается в английском часовом магазине the limited edition watch как бы их цена 4000 фунтов каждый там каждый может обратиться если они еще есть у них в продаже соответственно могут у них купить кстати довольно интересный магазин который отлично продает отечественные российские часы в европе там и чайкин там и ракета да и рашид садоев он получается он первый первый кто начал продаваться из русских поэтому по сути нужно как бы цена полностью формируется из хотелок заказчика но если эта серия то примерно мы и получаем такой же такой же диапазон вилка там от 4000 евро как бы если это штучный индивидуальный заказ на это уже нужно разговаривать с человеком что он захочет потому что обычно те люди которые хотят что-то индивидуально там кого простых вариантов не бывает там человек хочет что-то дорогие часы которые самые дорогие но там получается часы которые делались под конкретного заказчика и эти были часы с большим содержанием драгоценных камней они стоили в районе 35 тысяч долларов конечно да там были довольно крупные поэтому это это нет это не прибыль который я заработал там получается там моя была бы стоимость конечно да да там значительно и ну и соответственно с тем проектом тоже получается была ситуация что он менялся мы его делали по моему на протяжении семи-восьми месяцев потому что он менялся в процессе производства потому что изначально заказчик хотел часы на ремешке потом вот здесь поменяем а давай потом захотели на браслете тоже из золота когда сделали браслет из золота попросили усыпать его полностью бриллиантами когда начали думать о том как это сделать и поняли что конструкцию браслет был тоже полностью сконструирован с нуля я понял что это невозможно сделать из-за толщин пришлось заново перемоделировать перестраивать браслет изготавливать его и закреплять него камни поэтому ну да здесь складывается из того что ты переделываешь по несколько раз по сути одно и то же расскажи про ближайшие планы что хотел бы сделать какие часы ожидать возможно увидеть новые проекты или все-таки на базе текущих линеек скажем так но сейчас все происходит в таком типа стандартном режиме я выполняю заказы за которые уже получил деньги и по сути это эти эта модель эрмитаж и арт-деко вот и параллельно я дорабатываю свой механизм с усложнениями мое усложнение будет довольно простой я из-за того что я делаю более классический casual мне 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 не нравится что-то сверхъестественное их изначально я хотел бы начать с полного календаря календарь и я так понимаю стрелочные указатели ретроградные возможно ну стрелы я я хочется я но довольно холодно отношусь к ретрограду у меня есть проект запаса хода запас хода можно интересно реализовать в ретроградном исполнении а именно календарь я бы хотел бы конечно стрелочном на основе какого механизма это будет вообще сейчас нуля своего или все-таки молния ракета может быть швейцария получается что сейчас задумка это сделать полностью свой но когда мы говорим может может быть касались этой темы когда мы говорим полностью свой механизм это довольно скользкая тема потому что есть пружины барабаны которые то что не надо теперь разрабатывать сначала да получается что спираль спираль баланса соответственно изготовить я не могу барабаны изготовить не могу поэтому мне придется взять это донорская и под это уже под это можно построить свою колесную систему но с моей точки зрения что зачем зачем брать зачем сделать то что уже сделано если есть но основа будет все-таки чья я еще получается не определился я сейчас я сейчас подбираюсь да я сейчас рассчитываю до рассчитываю полностью механизм и форм-фактор его размер как называется правильно форм форм-фактор размер механизма и это усложнение потому что как раз все усложнение это будет это будет не реализация по проекту того что я возьму возьму готовый механизм и сделал на него надстройку как бы это будет полностью полностью цельный механизм в который в себе имеет уже усложнение изначально соответственно мне я сейчас занимаюсь расчетом колес для усложнения то что я смогу произвести на своем оборудовании тот модуль который мне придется использовать опять-таки исходя из инструмента да для для нарезания всего этого я пойму потому что но принципиально принципиально я уже определился с тем что я использую российские калибры потому что все хорошо прекрасно и ну можно можно их дорабатывать и усложнять но не в том не в том виде как они являются делая что-то что-то новое вот мои мысли по поводу использования иностранных механизмов они были но они были и я задавал вопрос своим покупателям в принципе людям которые в европе в америке в этом бизнесе и они как один мы сказали о том что это не это не интересно получается что твоя самобытность и зачем очередную очередной дизайн на базе это да но сейчас сейчас получается есть супер игрок это вашер и если посмотреть независимых часовщиков которые производят часы очень многие ушли на на механизм вашер но это довольно дорогие механизмы они в по себе стоимости обходится от 5000 долларов соответственно цена часов автоматически до летит последних выпусках журнал монохром они сделали обзор обзор статью такую о том что если не швейцарские часы то какие и там как раз есть есть ребята которые используют в своих используют калибр вашер вот их цена начинается от 20 тысяч долларов ну серьезно да да получается что многие его делают под закрытой задней крышкой но именно это тоже будем надеяться что все-таки получится создать новые усложнения показать новые часы я с удовольствием на них посмотрел самое главное чтобы будет не новое у сложнее по что-то уже все принимал она-то придумана но и ну и еще не реализовано тобой ты наверняка выишешь что-то от себя в эту усложнение привнести добройале мере внешне это будет выглядеть возможно как-то иначе возглавно вот они привычны возможно это все будет просто под циферблатом и никто вообще не видят их никто не увидит никто не увидит как это все реализовано но это конечно и конечно вся эта вся эта деятельность уже по его производству соответственно она будет в моих социальных сетях обозреваться и те кто за этим следит тот может увидеть как это все будет реализовано я конечно оставлю ссылку под видео там будут соцсети александра если интересно рекомендую переходите подписывайтесь следите за часовыми мастерами это интересно это новое веяние в отечественном производстве часов может быть вопрос прозвучит глупо тем не менее если бы тебе сейчас предложили взяли тебя на работу абсолютно любой бренд часов кому бы пошел если че или все нет я сам если если честно то я в любом случае испытываю информационный голод в получении именно технической технической информации и какого-то именно опыта именно правильного опыта и если бы у меня была возможность отучиться в швейцарской часовой школе я бы с удовольствием отучился если бы у меня была бы возможность поехать на просто на фабрику это для того чтобы посмотреть какие-то технологические процессы я бы с удовольствием бы это сделал если ну в общем в общем у меня нет ну это тоже как бы условно что у меня нет я понимаю что условно поехать на бренд тисо ну что я ничего плохого против нее не имею что мне будет там просто не интересно потому что это машины это машинное производство которое не подразумевает участие конкретного человека в каждых топовых подразделениях компании патек филипп в ашерон константин джерли культер то же самое ланге в ашерон константин как бы у них есть специальные отделы которые занимаются какими-то реставрацией старых часов где изготавливаются детали все это обрабатывается конечно я с удовольствием поехал бы на обучение в самый низ самым маленьким подмастерьем потому что мои знания по отношению к людям которые профессионально получили образование я просто нахожусь на очень низком уровне ну это здорово что ты здраво оцениваешь и понимаешь что есть куда стремиться есть куда расти я хочу со своей стороны поблагодарить что ты собственно работаешь в этой сфере в этой непростой сфере и пытаешься внести что-то свое честно мне очень приятно что у нас в россии есть люди которые делают часы мало кто об этом знает мало кто об этом говорит но это здорово это очень круто надеюсь что у тебя все получится и дальше будет свой калибр будет свой механизм и часы александр нестеренко будет востребованы спасибо что очень рад был пообщаться друзья напишите в комментариях как вам эти часы возможно у вас есть какие-то вопросы к александру можете писать в комментариях и думаю ты зайдешь поотвечаешь если будут какие-то вопросы спасибо что смотрели это видео увидимся в новых выпусках пока спасибо большое александр антуража александр 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 Субтитры создавал DimaTorzok